Ну что, уважаемые зрители, немного необычное видео. Некоторое время назад на интернете люди выкладывали фотографии своих оружейных коллекций, чтобы показать, что далеко не все правда средств массовой дезинформации, что только богатые белые собирают оружие, имеют оружие. Как ни странно, вообще в США в последнее время наоборот. Азиаты и черные, да вообще все типы людей, даже бывшие либералы, собирают и покупают оружие. Ну а что я хочу сделать в сегодняшнем видео? Вот одна из этих фотографий. Я просто хочу пройтись и посмотреть, какое оружие здесь лежит. Явно довольно-таки не бедная черная семья. Лица я убрал, там еще и ребенок стоит, сравнительно ребенок, мальчик стоит в двери. И это его мама, наверное, с их домашней коллекцией оружия. Давайте посмотрим, что у них есть. Чисто вот такой вот, ради юмора. Но в руках она держит обычную арку, разноцветную в цветах. Так, похоже на флаг США. Синий, белый, красный. Такая разноцветная. Коллиматор внешний, холосан. По-моему, 500 серии. Конечно, фотографии то еще. Но давайте посмотрим. Так, внизу у нас лежат несколько пистолетов, справа от нее. Это похоже на что-то Вальтеровское с коллиматором. Либо Джаник, либо Вальтер. Потому что коллиматор сзади. Может быть, еще и VP9 тоже. Какой-то пистолет для скрытого ношения. Непонятно, что вот это такое. Так, здесь у нас лежит болтовая винтовка с нормальным прицелом и с сошками. Следующая похожа на 870 Реммингтон. FN SCAR с загонником. Причем внешне это тяжелый SCAR, то есть 308 калибра. Еще один болтовик с оптикой и с сошками. Какой-то коллаж. Внешне непонятно. Еще одна арка. Внешне фурнитура от BCM. Так что это может быть действительно BCM тоже с оптикой. Следующая у нас длинная арка с оптикой. Так что может быть и R10 с тем же успехом. У меня первая мысль в Актинике была, что это Daniel Defense, но приклад не их. Здесь мы видим более мощный оптический прицел. Неплохо. Еще одна арка уже с коллиматором. Если сравнить размеры, то да, здесь шахта побольше. Это возможно действительно 308. Что вот это такое, я не знаю модель. Ну, арка и так и я всяко. На таком качестве фотографии сложно более детально сказать. Здесь приходится иногда гадать. Следующий у нас лежит арочный пистолет. По размеру шахты 5,56, SBA-3. Никакой оптики, только механические прицелы. Ну и их домашние пистолеты. Качество фотографии не дает сказать 100% что здесь есть. Но такое ощущение, что большая часть не глухи. Вот это на сметанного цену очень похоже. Вот просто ради юмора. У них там 3 пистолета было здесь, с этой стороны. Раз, два, три. Один из них явно спортивный. Здесь у нас пистолеты более применимые. То есть небольшой, небольшой. То есть это тоже пистолеты для ношения. Как и этот в принципе. То есть у нас еще 9 пистолетов здесь. В сумме получается всего 12 пистолетов. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять единиц длинностула. То есть в принципе не так уж и много в этой коллекции. Это не коллекция, это просто домашний набор для нормальной американской семьи. Вот так вот. Надеюсь было немного интересно. Сделаю следующее видео по другой коллекции. Это на коллекции, честно говоря, не тянет. У нормального человека в США примерно 5 единиц оружия на человека. То есть если посмотреть здесь, в семье, наверное, как минимум 3 человека. На трех человек должно быть 15 единиц оружия. А здесь у нас 12 пистолетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 25 единиц. Нормально в принципе. Семья не бедная, домик неплохой, где-то на юге, судя по всему, по всем параметрам. Какой-то может быть южный штат. Так что вполне нормально. Еще раз показывает, что даже у нормальных черных семей совершенно спокойно, нормально с оружием. Надеюсь, было немного интересно, такой полуюморный ролик. Спасибо за внимание. И да, все это ничего здесь не требует никаких лицензий, разрешений и тому подобное.